Здравствуйте! В эфире телеканал ННТ Новости 24. Я Патиман Гаджиева расскажу вам в коротко о новостях к этому часу. Грязным блогерам, я хочу сказать, спровоцировали последующий сход, который потом перерос в драку. По следам резонансной трагедии глава Дагестана провел заседание антинаркотической комиссии. Пандемия бьет по связи. Сотовые операторы намереваются поднять тарифы. Разбойники с большой дороги, напавшие на таксиста, задерживали. Накануне в Реуглаве Дагестана Сергей Меликов провел неочередное заседание антинаркотической комиссии. Участие в нем приняли также руководители правоохранительных структур, министерств и главы муниципалитетов. Поводом для проведения заседания послужила трагедия, произошедшая в поселке Тарки. Подробнее в нашем следующем сюжете. Они были, опять же обращаясь ко многим грязным блогерам, я хочу сказать, спровоцировали последующий сход, который потом перерос в драку. Наживаются на чужом горе. Сергей Меликов раскритиковал действия инстаграм-страниц. Речь о трагедии в поселке Тарки. Реуглава считает, ситуацию необходимо решить действиями, а не заниматься провокацией. Очень легко с дивана оценивать ситуацию, которая происходит. Очень тяжело брать на себя ответственность, особенно когда эта ответственность сопряжена с ответственностью за жизнь и здоровье людей. Руководитель региона продолжает. В Дагестане плохо борются и с распространением наркотиков. Не слажены работы и, как следствие, нет результатов. Так называемые барыги продолжают пропаганду наркотических средств. Используют современные технологии. В ходе поездок по городам можно встретить нанесенные на стены криптографические надписи, которые являются маячками для наркозакладок. Бороться с пропагандой наркотиков Сергей Меликов призывает и общественные объединения, религиозная организация, а также добровольцев. Политик предлагает организовать горячие линии. Это для того, чтобы установить прямую связь с жителями республики. В Дагестане за попытку сбыток героина задержаны две женщины. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, они планировали многочисленные закладки наркотических средств в Дербенте. Подозреваемые оказались жительницами Москвы и Московской области. 174 грамма наркотика было найдено при них во время проверки гостиничного номера. Сколько свертков приготовили? С собой было 180 свертков. Должны были выйти и разложить их по адресам. Какое вознаграждение вам обещали за ваши действия? Плата за каждый адрес. Сколько рублей? 800 рублей. В Махачкале полицейские задержали двух подозреваемых в нападении на таксиста. Как сообщает МВД, пассажиры под угрозой расправы завладели его телефоном. В тот же день мобильный телефон сдали скупщику, а вырученные деньги в размере 6 тысяч рублей потратили на личные нужды. Задержанные сознались в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой задержанным грозит до 10 лет лишения свободы». В Буйнакске общее число отравившихся выросло почти до 200. Большая часть заболевших – это дети. На данный момент в больницах города находится около 100 человек. Отметим, что причина отравления уже установлена. По данным Роспотребнадзора, это загрязненная питьевая вода. Сейчас в городе временно приостановлена деятельность школ и детских садов. Также запрещено использовать воду из-под крана. Напомним, что следственными органами по этому факту возбуждено уголовное дело. Проник в дом и украл драгоценности на сумму около полумиллиона рублей. В Каспийске задержан подозреваемый в краже ювелирных изделий. Это 33-летний житель Корабудахкенского района. Следствие установило, что часть похищенного мужчина уже успел продать и выручил 180 тысяч рублей. Злоумышленник в Садейном сознался. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Теперь мужчине грозит до 6 лет лишения свободы. Отметим, что задержанный был и ранее судим за аналогичные преступления. Залез через окно. Через окно залез? Да. А куда? В дом. А почему именно в этот дом? Счастье так получилось. То есть вы не знали, что там вы увидите? Да. Более 200 новых рабочих мест создано в образовательных организациях Дагестана. Так, в 42 сельских школах открылись центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», что обеспечило 84 новых рабочих места. А в этом году «Точки роста» будут созданы еще в 170 сельских школах. Новые рабочие места созданы также в организациях дополнительного образования для детей. В республике начали функционировать мобильный технопарк «Кванториум» и центр цифрового образования «ИТ-Куб» в Каспийске. Такое же планируют открыть в этом году в Кизляре. Миноборнауки считает, что реализация этих проектов позволит улучшить образовательную инфраструктуру и создать современные условия для дагестанских детей. Сотовая связь в России может подорожать на 15% из-за коронавируса. Об этом предупреждают аналитическое агентство «Контент-ревью». Подорожание в первую очередь затронет тарифы в диапазоне до 900 рублей. Также вырастут цены на дополнительные услуги операторов, в частности на облачное хранение данных. Это вынужденная мера, призванная компенсировать как дополнительные расходы операторов, так и исчезновение отдельных статей их доходов. Так, в 2020 году из-за пандемии коронавируса операторы фактически лишились доходов от международного роуминга. Дополнительные расходы, связанные с эпидемией и недополученные операторами, выручку агентство оценивает в 30 млрд рублей. И к новостям спорта. Двое воспитанниц Дагестанской регбийной школы вызваны в сборную России. Байзат Хамидова и Диана Магомедова вошли в состав национальной команды, которая проведет в Кисловодске первый в этом году сбор. Тренировочный процесс будет проходить с 17 января по 5 февраля. Всего в список вошли 20 регбисток. Отметим, что Байзат Хамидова представляет Красноярский Енисей СТМ, а Диана Магомедова в сборную Дагестана. На этом у меня все. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова